Образ приветливой гастрономовской тетки продавщицы давно превратился в миф. Сегодня умение продавать подразумевает вовсе не знание ассортимента и кассового аппарата. Теперь, когда есть из чего выбирать, клиент чаще действует по принципу «ну уговаривай меня, уговаривайте». А сам процесс продажи требует творческого подхода. Продажа — это искусство, своего рода красивый танец. Вы можете исполнить его так, что клиента дух захватит, и не успев опомниться, он скажет вам «да». Однако танец парный и клиент здесь не зритель, а непосредственно участник. Видите вы, но постарайтесь не наступать партнеру на ноги. Иначе он выберет себе более профессиональную пару. В каждом танце присутствуют как импровизация, так и базовые па, не знаю которых вы споткнетесь ни на втором, ни на первом шаге. В продажах та же ситуация. Вы должны хорошо знать основные правила и при этом быть готовым к любым сюрпризам. Как известно, весь процесс продаж можно описать шестью этапами. Первое — установление контакта, выявление потребностей, презентация товара, работа с возражениями, завершение сделки, выход из контакта. Как пройдет этот сложный путь без ошибок? Каким мастерством должен обладать продавец-профессионал? Как сделать так, чтобы клиент остался доволен и вернулся к вам еще не один раз? Итак, все по порядку. Установление контакта — девиз этого этапа. У вас никогда не будет второй возможности создать первые впечатления. Первые 30-60 секунд клиента особо чувствительны к мельчайшим нюансам поведения продавца. Будьте внимательны, следите за своими подсознательными проявлениями. Помните, что на данный момент вы для покупателя абсолютно незнакомый человек, а ко всему незнакомому люди, как правило, относятся с опаской. Ваша цель — раскрыть клиента, создать уверительную атмосферу между ним и вами. Для этого необходимо определить, какой перед вами клиент, в каком он настроении и как на него настроиться. Продавец-профессионал обычно не только заставляет досье на покупателя, но и контролирует свои жесты и голос-мимику. Открытая улыбка — уместный комплимент. Обращение к клиенту по имени искренней, интерес к его личности, проблемам отзеркаливания, жестов и мимики, действенных способов расположения человека к дальнейшему разговору на самом деле немало. Овладеть этими нехитрыми приемами может каждый, однако необходимо помнить, что ваши действия должны быть уместны и искренними. Не переигрывайте. Почувствовать фальшь — клиент пристанет с вами доверить. И самое главное — подружиться с клиентом — это не цель, это всего лишь средство, которое поможет вам расположить покупателя к разговору по душам, в ходе которых вы сумеете выявить его реальные потребности. Не зацикливайтесь на первом этапе. Почувствуй, что клиент готов ведет его дальше. Второй этап общения наступает, когда доверие создано. Здесь важно помнить, что если вы не слушаете клиента, его слушает кто-то другой. Не торопитесь раскрывать свои карты. Сначала узнайте как можно больше о собеседнике. Старайтесь не задавать вопросы, на которые клиент ограничивается ответом «да» или «нет». Пусть он будет разговариваться, почувствовать свое желание и значимость, а главное — сформулируйте потребности и желания, возможно, и возражения. Постарайтесь определить, что для вашего клиента имеет наиболее значение — комфорт, безопасность, прибыль или имидж. Выяснив, какой мотив движет клиентам, при совершении покупки вы сумеете потом грамотно презентовать товар. А главное — внимательно слушайте клиента. И пусть клиент чувствует, что вы его действительно слушаете. И анализируйте получаемую информацию. Помните коронную фразу «полицейский из американских боевиков» «Все, что вы скажете, может быть используем против вас судья». В вашей ситуации, конечно же, все не так жестко. Однако, выслушав клиента и правильно рассчитав акцент, вы имеете все шансы привести к его к сделке. Презентация товара Что отличает продавца новичка от продавца профессионала? Новичок чаще всего, хорошо выучив легенду товара, делает презентацию одну на всех. Профессионал всегда разыскивает этот товар не только с подробной демонстрацией его возможностей, но и с учетом ценности клиента, которые были выявлены на первых двух этапах общения. После того, как клиент открыл вам душу, а вы сделали нужные выводы, наступает ваш звездный час — непосредственное знакомство клиента с товаром. Происходит оно, как правило, по классической схеме айда. Alternation and action Привлекайте внимание клиента. Это необходимо настроить на то, что теперь вы говорите, а он слушает. Interested Вызовите интерес к товару, расскажите клиенту, почему ваше предложение может быть интересно именно для него. Вы ведь уже знаете, что он за человек. Возбудите у клиента желание владеть товаром, причем вызывая интерес, делая упор на логику, а здесь играйте на эмоциях покупателя. Создавайте привлекательные образы, которые не оставят его равнодушным. Рассказывая о товаре, займите позицию, как будто товар уже купленный, покупатель с его помощью решает свои проблемы. Продается не автомобиль, а престиж и безопасность, не пылесос, а чистота и здоровье не мебель, а уют и комфорт, не фирменные часы, а имидж. Action Побудите потенциального покупателя к действиям, иными словами дайте его понять, что все это время рассказывали ему о товаре не просто так, а для того, чтобы клиент его приобрел. Работа с возражениями Будьте готовы, что после вашей презентации обязательно последуют возражения со стороны клиента. Не нужно воспринимать его как достаточную помеху, нарушающую логическую последовательность ваших аргументов. Чаще всего это лишь часть игры, цель которой сделка. Возражение это не отговорка. Если клиент возражает, он скорее всего уже заинтересован, но возможно еще не уверен и нуждается в дополнительной информации. Возражение клиента прежде всего необходимо выслушать внимательно, а потом ответить не обязательно по существу. Не начинайте презентацию заново. Отвечайте на конкретные возражения. Как только вы убедитесь в том, что полностью закончили смеющимися возражениями, без промедления, пока у клиента не назрело новые вопросы, переходите к следующему этапу. Завершение сделки. Завершение сделки это тот великий момент, ради которого вы работали с клиентом. Это самая ответственная часть процесса продажи, все остальные этапы лишь прелюдия. А основа основ продажи состоит в следующем. Если вы хотите продать свой товар, то рано или поздно придется предложить клиенту его купить. Вы прекрасно провели презентацию, удовлетворив все потребности клиента, вы сняли все его возражения. Вы чувствуете, что он готов к покупке. Клиент начинает задавать больше конкретных вопросов, согласно кивает, осуждает о том, что пройдет, когда он купит товар, но он не дает вам окончательного ответа, помогите ему поставить точку. Для клиента приобретение товара означает, помимо всего прочего, расставание с определенной денежной суммой. Принимая решение о покупке, он испытывает своего рода стресс. Это объясняет, почему клиент чаще всего оттягивает момент, когда нужно говорить «да». Каждый продавец-профессионал, как правило, использует свои отработанные со временем приемы. Соответствуйтесь на конкурентов, которые также выявляют вашим партнером, используйте имя человека, фирмы, которая является авторитетом для клиента. Слегка припугните его инфляцией, выбирайте оптимальные способы для конкретного клиента и ситуации. Можно подталкивать уже готового клиента к покупке наводящими альтернативными вопросами. Вы будете вывозить гарнитур или используете услугами нашей доставки? Или вы будете расплатиться наличным или безналичным расчетом? Но запомните и самое главное. После того, как вы задали вопрос, приводящий к заключению сделки, вы держите паузу. Кто заговорит первым, тот проиграет. Если вы освободите клиента от необходимости, ответить вам именно в этот решающий момент, сделка может сорваться. А если вы сделаете правильно, включая предыдущие четыре этапа, он скажет вам «да». Завершение сделки – это финал, процедура продажа, а выход из контакта своеобразный по скрипту, значение которого не стоит пренебрегать. Вы все-таки продали клиенту товар, взяли его деньги и ушли, оставив его с малоприятным ощущением, что решение о покупке могло бы быть и неверным. Что больше денег заплатил клиент, тем острее он переживает этот внутренний конфликт. И, следовательно, тем сильнее вы рискуете потерять возможность дальнейшего сотрудничества с ним. Уходя, произведите на клиента такое же положительное впечатление, какое вы произвели в начале встречи. Ослабьте его внутренний конфликт. Сформулируйте у него позитивную эмоцию. Приходите еще. До свидания. Спасибо за хорошее поведение и переговоры. Хочу еще раз выразить вам благодарность. Главное – будьте искренни. Пусть клиент не чувствует, что ему адресуют лишь формальные фразы. Благодарите именно этого клиента за именно эту покупку. Помните, как было у Штирлица. Запоминается то в конце. Начало следующей встречи зависит от того, каким был конец этой встречи. Начало следующей встречи зависит от того, каким был конец этой встречи. Итак, мы пытались пролистать азбуку. Продаж – шесть новых этапов. Но это всего лишь схема ориентир. Конечно, для того, чтобы добиться успеха в продажах, нужно тренироваться себя, анализировать свои ошибки. Учиться разбираться в людях. Стараться рассчитывать правильный ход своих действий, как бы не складывала ситуация. Однако, значение основ продаж, о которых шла речь, может вам не сбиться с пути. И в заключение хочется запомнить задачи продавца-профессионала не только в получении денег за свой товар. Главное – удовлетворить непотребности клиента и сделать его немножко счастливее. Ударить ему радость от покупки вашего товара.